доброе утро сегодня у нас 22 декабря 21 года вот такой снежок опять у нас смотрите еду в город сейчас мы включим подогрев обдув климат подогрев подогрев подожде да подвалила опять снежку подвалила но зато красиво зима есть зима я вам скажу не то что грязь слякоть эти дожди тоже пускай лучше так будет и снег идет и морозец сейчас минус 7 показывает на бортовом компьютере все потихонечку чистят свои въезды во дворы этот злополучный перекресток по улице тэрю ты съеду я кто не знает для тех я да я когда наталью отвозил на работу здесь ездил грейдер туда-сюда видите как прочистил вот это я понимаю прочистка дорог вот это еще более-менее можно сказать что четыре с плюсом можно поставить сейчас у нас пошла такая болезнь вот она 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 точка она она Я вам скажу, и нос, и глотка, и кашель, но это не эта зараза, как называемый повидлом, или как там его называть. Не хочу называть даже это название. Просто вот обыкновенная простуда. Начинается она, горло першит, глотать больно, насморк забивает, дышать тяжело. Потом кашель открывается такой, ну у кого сухой, у кого мокрый. А злоб такой небольшой, ну я температуру не мерил. Наталья переболевшая, она там проверяла. Ее отправили на тест, но ничего не показало, все нормально. Это факт того, что это обыкновенная простуда, друзья, обыкновенная простуда. Я понимаю, там разные виды вирусов, но сезонная простуда. О, я давно не болел уже, я не помню. В тот раз я как-то приболел чуть-чуть, но не так. Как-то там, не знаю, сколько у меня, с недельку. Здесь уже две недели. Наталья, наверное, с месяц. Вот она моя, Наташечка. А сейчас мы, друзья, поедем на жилмассив РАВ туда. РАВ Риме магазин туда едем. Смотри, какой снежок. Ну, с ветром вообще ноль. Ну, просто вот снежинки сами по себе так вот, как перышки. Опускаются, опускаются. Я рассказывал им, что, смотрите, как дороги прочистили. Ну, более-менее же нормально, да? Ведь можно же, когда нужно. Может, не успевает, снег постоянно идет. Вот и вот. А что, зима не каждый год? Зима каждый год приходит. И каждый день они должны чистить. Мы платим налоги. Исправно, причем попробуй, не заплати налог один месяц. Все, я рассказываю людям. И ты сразу будешь тогда враг государства, если ты не будешь платить налоги. Но все же платят. Основная масса платит. Я понимаю, там кто-то не платит. Но это не наше дело. Но мы платим исправно. Даже с пенсии высчитывают, друзья, с пенсии высчитывают. С инвалидности высчитывают. Точно не буду спорить, с каких групп. Но вот у меня третья группа про заболевания. Ну, с меня высчитывают, друзья. Высчитывают. И куда эти деньги уходят? Это должны, вот, пожалуйста, вот. Они оправдываются, что вот погода, да вот погода. Причем здесь погода? Об этом даже вообще речи не должно быть. Надо сразу всех увольнять. Всех убирать с этих должностей. Кто не справляется с этим делом. И все. Ну, я не вижу больше выхода никакого. Так же во дворах хозяева. Значит, хозяев этой земли надо требовать. Чтобы они занимались этой прочисткой. Как это понять? Люди в многоквартирных домах, посчитайте, сколько платят налогов. И они еще должны ходить, просить кого-то там в дому. Да надо приходить тогда всем жильцам и эту думу вытрясать оттуда полностью. Это лично мое такое мнение. Пишите, друзья, комментарии. Как это? Что? Зима раз в 10 лет? Или в 100 лет раз? Зима каждый Божий год. Зима, весна, лето, осень. Ну, значит, такие сидят. Либо хапуги, нахалюги, жажда наживы, тяга к обогащению. Вот и все. Вот он там сидит. Он должен, этот грейдер или трактора там, они в этом году, маленькие тракторишки ездят. Сейчас вот восток, это число воздушно. Они должны ездить каждый Божий день, круглые сутки, меняться. А что, людей не хватает? Это уже, друзья, ваши проблемы. На что вы там сидите? Зарплаты себе подняли. Огромнейшие зарплаты причем. В советские времена таких зарплат даже и не снилось. Какие сейчас получают эти высшие руководители, так называемые, нашего города и нашего государства. Друзья, вот так вот. Накипело. Просто это все надоело. Вот, вот так, к слову. Вот маленький тракторишка. В прошлом году мы их не видели, прошлую зиму. После того, как начали жаловаться, так, видики выкладывать там-то, там-то, во всех этих, то в фейсбуке, то еще где-то. Вот так не делается дело, не делается. Что это за такое? Они не выполняют свою работу просто. И все. Они ждут только свои зарплаты, премии, особенно в конце года. Я еще не говорю, что у них сколько зарплат. Не 13 у них зарплат, даже не 14 зарплат. Раньше объявляли, когда газеты печатались, сколько они получали зарплат, а сейчас уже не стали. А зачем? Народ злить-то не надо. Зачем? Вы что? Ну, в этом году более-менее взялись, да, чуть-чуть взялись. Но по сравнению с прошлым годом это, конечно, сильно взялись, да. Вот ездить тоже по тротуарам. А что, в прошлом году этого не могли сделать? Пускай делают отсчет, куда уходят деньги. Из бюджета города, из бюджета государства. Но это не делается, вообще не делается. Да я больше чем уверен, что во дворы заедет, сейчас будет тот же самый бардак, что и в прошлом году. Дворников не хватает. Но это не наши проблемы, это не проблемы людей. Мы платим исправно. Нанимайте, где хотите. Сами идите чистите, отрабатывайте зарплату. Свою. Соберитесь, ваше там очень много сидит. Смотрите, в каждый кабинет зайдешь, по сколько там? По пять компьютеров, и в каждом сидят, что-то торпают. Кофе пьют. В карты играют, или во что вы там играете? Не понимаю, какие игры? В танчики, или не в танчики, или с кем-то переписываетесь? Или ищите себе знакомство, или что вы там ищите? Друзей, подруг? Одноклассниц? Или вы пользуетесь вот этой вот ситуацией, так называемой, которая два года уже ведет, да? А про стихийные версии, пожалуйста, не надо заикаться даже. Вот они пишут в новостях. Ну вот, обещали, не будет снега, и тут вдруг снег, и некоторые в комментариях оправдывают даже их. Ну, кто думал, друзья, при чем здесь кто думал? Зима пришла, будьте добры, исполняйте свои обязанности. Техника есть, люди есть, все есть. Заболели? Попросите других людей. Заплатите им двойную, тройную зарплату. Как куда-то что-то покупать, там, пианино за сто с лишним тысяч? Техника, пианино. Да. Кресло себе обновить за десятки тысяч. Ну как же, они же просидели жопой свои, правильно? Я говорю прямо, друзья. Все свои, не знаю, у меня уже даже нет. Ну вот здесь уже это не чистка, это уже не чистка. Посмотри. Опять не ждали, что снег будет. Сейчас в Парижской улице едем. Повторяю, мы едем сейчас на Раф Риме. Таковый центр. Первые годы, когда мы в Евросоюз вступили, Латвия вступила в Евросоюз, были подвижки какие? Подвижки были в строительстве дорог. Первая дорога, обновление дорог. Улица Тервитес, самая большая улица Тервитес, непосредственно, на которой мы проживали. Почти сейчас живем на этой улице. И пошли там улица Рубницыбас и так далее, и так далее. Вот несколько дорог основных таких больших. Но это европейские деньги. Тогда подвижка шла. Как европейские деньги кончились, раздербанили все, все, можно сказать, остановилось. Набережную сделали эти, где сейчас вот остров хорошо сделали. Где отдохнуть можно людям. Ну чистку дорог, при чем здесь это? И дворов. А тут вот эта ситуация. И все затихли, ни до кого не дозвониться, никому не пожаловаться, все электронной форме, а в электронной форме посылаешь, никто толком ничего не отвечает. Сваливает друг на дружку, и все, вот так вот, и втихаря, втихаря и тишина. И, как говорится, мертвые с косами стоят. Вот вдарились в эту ситуацию. Сколько сегодня, сколько завтра с косами будут стоять. Ну что это за такое? Ладно, друзья. Подъезжаем мы уже к магазину. Ну, я выключать не буду. И тут, говорит, Остапа понесло. Нет, друзья, я говорю правду, как есть. Нечего тут даже и греха отыдать. Вот свернули мы с главной дороги, и, пожалуйста, вам уже совсем другая ситуация. Ну, здесь более-менее тоже прочищено. Более-менее прочищено. Сейчас где-нибудь на стояночку встанем. А повторюсь, друзья, зима еще вся впереди. Вся впереди. Сегодня 22 декабря. Ну, посмотрим, что будет у нас в январе, феврале. Март бывает тоже до конца. Даже до середины апреля у нас снег. Очень редко. А вход где? Здесь же вход. Ну, тогда нам лучше здесь встать. Вот, мы здесь встанем. Друзья, часы ставить не надо. Все, друзья, пока мы заканчиваем свою беседу. Продолжим дальше. Пока с Натальей гуляли по магазину. Смотрите, какой снег повалил. Все, поедем. Поедем мы домой. Затарились. Снегом нас завалит. Кому там? Сначала, второму человеку. Дворники замерзли. Поскрипывают. В Рафремии мы так ничего и не купили. Там те белые. Подожди, белые ты здесь купила? Белые купила. А, белые ты здесь. Там черные откладывали, да? А, я уже запутался. Здесь нам лучше понравились. Там черные такие, какие-то грубоватые. Полусапожки женские. Вот как кидает. Аудик. Аудик. О, как стоят. Ну, кромочка будет сейчас небольшая.